Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня приглашаю вас на прогулку по Боржоми. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем доброе утро! Мы отправляемся в Боржоми. Сегодня там обещают 20 градусов, в Тбилиси 25. Сегодня 28 октября. Надеюсь, листья там еще не все опали. Так что вперед из песней, поехали в осеннее путешествие. Расстояние от Тбилиси до Боржоми примерно 150 километров. И немножко покажу вам осенней дороги. Очень красиво желтеют перимедальные тополя. И вот так выглядят поля, где уже убрали урожай. Это мы сейчас находимся примерно при подъезде к горе. Это видео получилось у меня достаточно длинным. Хотела разделить его на две части. Но потом решила сделать одним большим видео. Кто не может посмотреть это целиком, то, конечно, все смотрят частями, что я и сама делаю. И вот стоит стела, обозначающая начало горе. Но, как вы все знаете, горе находится в стороне от дороги. А впереди уже виднеются электроветрики. И мы съезжаем на островок отдыха на автобане, где находится магазин Smart, находится Wendy's, Данкин, отдел еще есть быстрого питания, ну и, естественно, бензиновая и газовая заправки, и туалеты. Смотрите, сколько людей останавливаются здесь. Уж марта на остановке, выпить кофе, сходить в туалеты. Погода супер просто, ребята. Все, едем в Боржоми. Мы уже сейчас проехали горе. Погода отличная. Настроение тоже. Едем дальше. Проезжаем знак Хашури. И, как мне кажется, судя по этой карте, это обозначает, что Хашури находится в центре Грузии. Но сам Хашури я уже снимать не стала. И мы продолжаем свой путь в Боржоме. И вот мы поравнялись с указателем начала Боржоми. Что хотела сказать насчет произношения названия этого города. Что в русском языке почему-то произносится и пишется везде, как Боржоми, без произношения буквы Д, и без написания ее. Ну, откуда это пошло, я не знаю. В источнике смотрела, ничего не нашла. Так-то, конечно, правильно, как в грузинском языке. Называется Боржоми. И точно так же идет и в английской транскрипции. И вот посмотрите, обратите ваше внимание, какое здесь интенсивное грузовое движение через город. И по всей дороге были одни, конечно, вот такие большие грузовые машины. Ну, а мы хотели попасть в Ликани и прогуляться по парку Ликани, и дойти до дома Романовых. Но последние годы туда не пускают, если только ты проживаешь в гостинице или у тебя забронировано место в ресторане. Именно оно должно быть забронировано. В Ликани находится исторический дом царей Романовых, который уже много лет находится на реставрации. А также туда подведена ветка железной дороги и сделан красивый мост времен. Романовых, конца XIX века. Там была конечная остановка поезда. Он там останавливался. И вся свита царского дома выходила, и переходил мост через анкварий. И прямо напротив этого моста находилась резиденция Романовых. Извините, что когда ехали по солнцу, видно, что на лобовом стекле отпечатки насекомых. Машину мы мыли перед самым выездом из города. И, конечно, из-за того, что стоит очень теплая погода, на трассе очень много мошек припечаталось к стеклу. Въезжаем на мост, который ведет к центральному парку Боржоми. Сегодняшняя прогулка будет очень длинной. Мы прогуляемся по центральному парку Боржоми. А после этого пройдем еще 3 километра до серных бассейнов и вернемся обратно. Так что приятного вам просмотра, приятной осенней прогулки по изумительно сказочному лесу. Сейчас справа это городской парк. Здесь есть детские площадки, аттракционы. Слева ресторан «Метрополь», по-моему, называется. И следующее здание – это здание юстиции Боржоми. Все, мы в Боржоми. Погода отличная. Очень тепло. Хочу показать вам такой ресторанчик. Он называется «Песлэби». Здесь обычно хорошая еда. Посмотрите, роз цветут. Похвалила вам ресторан раньше времени. Но к еде, конечно, претензий не было. А были претензии к официанту. Хотя, кроме нас, в ресторане на данный момент не было ни одного человека. Но у официанта не было блокнота для записи заказа. И, конечно, часть заказа была не исполнена. А ждать дальше заказа уже не было времени. Ачарули хачапури. Вообще-то она маленькая. Просто у меня на весь экран получилась большая. Так официанты поступают уже не первый раз. Конечно, всегда надо требовать, чтобы они заказ записывали. Сейчас пойдем в Боржомский парк. Здесь новая гостиница. Уже не новая, конечно. И вот такой мост. Какой прекрасный день осенний. Тут разные беседочки. Смотрите, какая красивая гора. Какие-то ступеньки или пещерка. Смотрите, какое дерево с красными листьями. Но оно растет как бы в бадье. Очень красиво. Здесь на улице перед парком всегда продают разные сувениры. Одежду. Вязаные вещи из натуральной шерсти. Платочки. Уже зимний ассортимент. И вот здесь вот этот мост красивый. Тут шумит, кроме реки, еще что-то шумит. Такой оригинальный мост. И вот такой вид на шикарную гостиницу. Вечером она очень красиво подсвечена. Я видела только на фотографиях. Потому что вечером мы здесь не бывали. Посмотрите, какое здесь зеленое. В этом году конистом октябрь радует вторая половина. Первая половина была достаточно холодная. наоборот, ниже нормы. А сейчас выше нормы температуры воздуха. И вот до самого входа в парк ряды продолжаются. вот такая улица красивая. Какие-то ягоды. А этот мемориал в честь погибших 9 апреля 1889 года. Тут даже вот перечислены фамилии. Вот это из натуральной шерсти жилетка. Стоит 60 трап. Ларри. Здесь такие красивые дома. Все они сдаются как гостиницы. А вот здесь старинная гостиница. Сейчас я отойду на ту сторону дороги и покажу ее. Здесь можно прочитать, чтобы потом не искать в интернете. гостиница Ферузе. Построена в 1892 году. Построил генеральный консул Ирана в Тбилиси Мирзари Зе Хан Арфам. А доуле. И сейчас он сохранился. И там он отреставрирован. Это дом. И там гостиница. Идемте на ту сторону дороги. И посмотрим. Перевернем камеру заодно. Пока посмотрите на другие дома. И вот так он выглядит снаружи. Вот такая красота. Там вот на балконе очень красиво какое солнце. То вот это вообще все переливается. Блестит. Сейчас солнце немного ушло. Облака нашли. Такая красота. И вот уже здесь центральный вход. Боржомский парк. Сегодня суббота. Тепло. Очень много людей. Посмотрите центральный вход в парк. И вот там движется кабинка канатной дороги. Идет наверх сейчас. И вот справа. Водопад. Который мы потом увидим в парке. Это станция канатной дороги. 6 лари стоит канатная дорога. 15 лари для неграждан. Вход в парк бесплатный. Одно время он был платный. Потом он был опять бесплатный. И меняется у них постоянно политика входа в парк. в парк. То был бесплатный только для тех, кто живет в Боржоме. Кабинка вниз уже ездит. Быстро она туда и сразу обратно. И вот легендарная Боржомская беседка. И листики с деревьев летят. И там внутри, все наверное уже знают, течет натуральная Боржомская. Так мы подошли, где можно брать воду. И вот здесь наливают воду в бутылки. Но ее надо сразу пить в течение двух дней, по-моему. Иначе она теряет свойства и вообще портится. Смотрите, какая ель. И на ней вьюн с покрасневшими листьями. Выглядит очень красиво. Смотрите, какая шикарная арка, аллейка. Здесь часто делают свадебные фотографии. Местные Боржомцы. Напротив беседки. Если перейти через мостик, есть комната смеха. На той стороне еще есть туалет. Там вот такой мостик и такой пейзажик. В 1810 году войска Российской империи хотели вернуть себе Ахалцихин. Но началась эпидемия. И они остановились вот здесь, в этом ущелье. Как написано, здесь был просто лес. И случайно обнаружили врачи вот лечебную воду. И с тех пор здесь стал развиваться курорт. Сначала это был военный гарнизон. Но постепенно, постепенно сюда стали приезжать на лечение. И он развился. А вот здесь такой вьюн с таким уже стволом. Наверное, тоже несколько веков этому вьюну. Посмотрите, какой красивый газон. Сейчас даже присяду и сниму его вот так. Тут читаю один комментарий, правда. Удалил, конечно, я его, потому что там были гадости еще написаны. Что, зачем я это, восторгаюсь тем, что снимаю наигранно. Видимо, человеку это не нравится, что он видит. А я восторгаюсь тем не наигранным. Это я так все вижу и так чувствую. А у кого какие-то проблемы с психикой или с восприятием реальности, но это их проблемы. Такие люди идут у меня в бан в ту же секунду. Но вот здесь тоже есть мост любви. С той стороны сердце. И весь он обвешан замочками. И вот такая собакина большая. Вот здесь это место в парке очень интересное. Потому что вот это был обвал когда-то каменный. И эти валуны каменные, вот они здесь даже лежат. Вот таких огромных размеров. Наверное, когда-то было землетрясение. И вот это все здесь разрушилось. Вот так течет речка. И там, к удивлению, сидит человек. Я подошла просто к краю. И там сидит человек. Вот здесь такой водопадик небольшой. И вот она туда пошла. И он обращается у меня на стабилизаторе. А вот и листья. Я как-то говорила, что я жила в месте. В своем родном городе. Где дорога до школы и института. Это липовая аллея. И осенью там, естественно, вот так же опадают листья. И лежат там в огромных количествах. И поэтому я с детства люблю вот так ходить. Просто в Тбилиси как-то это почти нет. Чтоб одновременно столько листьев упало. Смотрите, там посередине горы. Небольшая кучка желтых деревьев. Я очень люблю этот парк. Но раз в год мы здесь точно бываем. А то бывает и два раза в год. Так что я получаю удовольствие. И хочу передать вам настроение и удовольствие осеннего Боржонского парка. Смотрите, еще каштан желтеющий. Я рада, что мы застали еще желтые листья. Потому что поехали достаточно поздно все-таки в этом году в Боржоне. Хотели на прошлой неделе. Но никак с этой болезнью. И заново у меня что-то началось опять простуда. Осенью не хочется выключать камеру. Я очень люблю весну, когда все распускается и цветут. Кусты, деревья, цветы. Но осенью есть своя прелесть. В разноцветных красках. В падающих листьях. Что-то лист пролетел у меня мимо носа. Мы как-то здесь были. Ишла заготовка дров на зиму. Немножко подальше. И там скидывали прямо вот сверху гор. Вот эта вот гора. Вот эту верхушку видите. Прямо оттуда скидывали спиленные деревья. Было интересно посмотреть. Ну, они останавливали, конечно, когда человек идет. А они кричали. Чтоб там не кидали. Но, в общем-то, это все очень интересно. Здесь ресторан. В прошлом году его, по-моему, не было. арабской кухни, по всей видимости. Вот здесь детский уголок. Это тоже новый. Он был старый. А, его отремонтировали как-то. Подстроили, по-моему. И вот мы выходим к водопаду. По-моему, это памятник Прометею. О, даже два сегодня водопада. Смотрите, сегодня реально два водопада. Я всегда видела только один, который с левой стороны. А сегодня у нас вот здесь такая красота. О, солнце, солнце. Вышло солнце. При солнце видится все по-другому. Вот люди отошли. Смотрите, какая прелесть вообще. Вот это чудо. Снимаю на 0,5. Сейчас поприближу. Вон там наверху вода просто прямо падает. Может здесь будет дожди, не знаю. Дороги не было. Смотрите. Просто красиво. Так, это мы уже закончили проход в парк. Нет, еще не закончили. Хотела сказать, что мы уже вышли и пойдем дальше. Вот это новые строения. Их в том году еще достраивали, да? В том году их достраивали. Ну, не новая реставрация. Но все равно здесь ничего не было. Одни стены. Из-за пандемии они это еще дольше не могли отремонтировать. Вот здесь баннер. Так, вот это конец парка. А дальше примерно три километра по лесу. Если идти, то дойдешь до серных бассейнов. Так, это что, американские горки? Никогда не видела, чтобы здесь это лет работало. Наверное, летом. Ну, мы сейчас, наверное, пойдем. Лес очень живописный. Ну, три километра в одну сторону, три километра в другую сторону. Лесная прогулка. Посмотрите, вот закончился парк. Там еще, кстати, стояла машина, что можно доехать до серных бань. Но мы пойдем пешком. И здесь резко изменилась температура. Здесь, как только вот на границе парка перешли, просто какой-то такой свежий воздух стал. Такая красивая река. Барджемула. Вот в самом начале есть очень красивое место. Такое фотографируемое. Здесь всегда фотографируется. Смотрите. Здесь можно делать очень красивые фотографии на этом камне. Сегодня здесь есть народ. Мы первый раз туда попали. В каком году? В двадцатом, да, Эджи? Да, когда была пандемия. И, соответственно, здесь не было туристов. Ой. Камни. И в бассейнах не было людей. Вот такие одни по лесу топали. За время дороги до серных бассейнов надо несколько раз переходить реку. О, какая-то лесенка. Чтобы спуститься к воде. Несколько раз по мостикам туда-сюда, туда-сюда. Видимо, где была лучше дорога, с какой стороны реки, с той стороны и проложили. Вот это место тоже очень красивое. А там дальше впереди будет вообще как из сказочных фильмов. Вот здесь мост. Сделал, чтобы машины по нему нормально проезжали. А здесь так, хоп, посреди леса кто-то продает картины. Или это... А, это не картины. Это на камнях нарисованы картины. Я почему-то подумала, что это на продаже выставлено. Знаете, сейчас стоит такой осенний воздух листьев и влаги. Потому что здесь, видимо, были дожди. Потому что вся дорога сырая. Река течет вот там. Теперь справа от нас. А вот здесь такая скамеечка. По-моему, с советских времен сохранившаяся. Сейчас подойду к реке. Ну, там чуть подальше, как я сказала, будет место прямо из фильмов. Где сказки снимают. О! Что-то везде какие-то человеческие... Ага. Кто-то варил кукурузу и бросил здесь потом свой прилавок. Вот, смотрите, люди ходят в шортах. Но сейчас здесь в шортах, конечно, было бы некомфортно. Вот лично мне. Потому что здесь, как я сказала, резко температура другая, чем в парке. И здесь вот такой вот тоже удивительный лес красивый. С левой стороны гора. Даже конца ее не видно здесь. И вот такой лес. А с правой стороны... Чет река. Кто здесь не был, никогда не доходил до серных бассейнов, то, конечно, всем советую прогуляться по этому сказочному лесу. Получить удовольствие как визуальное, так и обаятельное. Потому что воздух, мне кажется, в любое время года обалденный. Даже как-то зимой сюда заходили, но они не пошли. Потому что здесь увиделись следы волков. Смотреть, слышь, как красиво. Так. Я хочу туда спуститься. И уф! Как у нас с камерой. Здесь тоже видим, какой-то был обвал или что-то. в какое место. Зашла на тот самый большой камень. Вот, посмотрите. Какие валуны, какая природа. На той стороне тоже лес. Сейчас пока мы идем по самому берегу реки. А потом надо будет подняться немножко повыше. Дорожка будет уходить вверх наоборот. Залезла, а слезть не могу. С этого камня. Моги! Все, меня оттуда сняли. Смотрите, вот еще такой обросший мхом камень. Вот впереди еще один остров. Опять мы переходим речку. И после этого уже, по-моему, дорога вверх пойдет. Когда мы шли первый раз, мне казалось, что это так долго. Особенно, когда место незнакомое идешь первый раз, всегда вперед кажется, что ты идешь очень долго. Еще никто и не встречался. В конце один человек встретился. Хоть просили, куда ли мы идем. И долго ли идти. Такие поляны. Все, теперь река слева. Вот это гора справа. Вот это гора справа. Впереди начинается первый подъем. Всего их два или три. Сейчас пойдем уже туда вверх. Там будет интересная могила в одном месте. Если не пропустим, то покажу. Там по надписи, как будет человек жил 123 года, что ли. Сейчас посмотрим, если не пропустим, как следует, что там написано. Смотрите, уже мы поднимаемся. И речка остается внизу. Вот речка внизу. Мы так поднялись уже. В этом месте сделано, как запруда. Здесь летом можно купаться. И вот здесь тоже. А с той стороны дорога. Вот здесь такая речка. Красивая. Журчит. Ой. Надо перейти. Так. И вот здесь, вон там вверху, там могила, о которой я говорила. Сейчас поднимемся и прочитаем, что там. Вот. Это правда. Я ошиблась на два года. Вот он родился в 1807, а умер в 1928 году. То есть человек прожил 121 год. И тут даже есть фамилия Кимиридзе. Вот здесь такая есть могила. А, Элисбар. Вот написано, да. Элисбар Кимиридзе. Я тоже смотрю то в телефоны, то поверх телефона. Так что в таком живописном месте в лесу есть такая могила. С этой стороны лес, а с той стороны шумит река. Вот до этого места довозят машины, которые стоят в начале парка. И дальше уже надо идти пешком. Дальше им ехать нельзя. Ой, опять солнце вышло где-то там. Здесь, конечно, его нет в ущелье. Но та сторона гора и освещена. Летает большой. Вот мы пришли. Последний мостик через речку. И вот там уже сквозь деревья виднеются серные бассейны. Я уже иду без куртки, потому что уже стало жарко. Три километра протопать. Еще иногда вот надо подниматься и спускаться. Вот, смотрите, посреди леса, посреди ущелья сделаны такие серные бассейны. Здесь есть серный источник в этом месте. И были сделаны бани. Там есть и раздевалки, и бассейны. Сейчас зайдем посмотрим. Вот цены на посещение. А было 5 лари даже в прошлом году. Так, ну чтобы не платить за вход, теперь сюда совсем пройти нельзя. Может только вот до края моста. Но здесь все видно, поэтому я все сниму отсюда. Вот посмотрите, здесь такие три бассейна. Там наверху раздевалки. И здесь вот за 10 лари можно находиться сколько угодно времени. Хоть с утра до вечера целый день. Можно здесь гулять, отдыхать. Вот такая прелесть. Вот здесь написано сейчас время. 4 часа 4 минуты. Температура воздуха 18 градусов. Температура воды в бассейне 30 градусов. Считается, что здесь поддерживается температура воды до 36 градусов летом. Такое место классное. Матерзимой, да? Лишнее из бассейна всегда выливается в речку. Такое удивительное место, что посреди ущелья есть такая зона комфорта, релаксации. Мы в этот раз не взяли с собой ничего, чтобы скупаться. Один раз брали, но здесь было человек 100. Нас немножко пустили, потому что мы хотели воды. А тут есть источник, где можно воды налить. И здесь вот, смотрите, прямо у речки мы оказались. Охрана. Стоп. Смотри, что написано, что в 2015 году. Все, направляемся в обратный путь. Здесь такой баннер. Написано, что туда были царские бани. Гугирдис цхалобис. Ну, как я говорила, температура 30-32 градуса. Потом они были какое-то время заброшены. И вот в 2015 году их опять возродили. И вот этот мост, он сейчас там был на фотографии. Это называется Михайловский мост. Так что все вот это место с царских времен. И там было еще написано, что было установлено с помощью Польши. Чтобы Польша выступала спонсором. Но вот, смотрите, повысили цену в дворах. Здесь ларе вообще-то уже очень мало. Но 5 лари было. Мы тогда вообще удивились, что цена 5 лари. Ты заходишь туда и находишься целый день, сколько хочешь, без ограничения. Вот познакомила вас с таким местом. А вон там, смотрите, какая скала. Надеюсь, что вам понравилось. Ну, как-то давно я делала на канале такое видео. Но вот оно у меня было из моих материалов 2020 года. Где я снимала просто для себя. Home-видео, так скажем. И вот из этих видео я тогда сделала немножко воржоми. Но здесь именно вот у меня было очень мало снято. И поэтому мне давно хотелось сюда сходить. Смотрите, какая сырая, грязная дорога. Здесь реально были дожди. Но еще здесь лес, солнце вообще не попадает. И вот речка. Здесь все места очень красивые. Действительно, как фильмы только снимать. И там я вам как говорила про место фильма. Вот там, где я останавливалась. Но оно немного видоизменилось. И, кстати, когда мы были вообще первый раз, оно выглядело по одному. Ну, второй раз были летом. Не в этом году, а в прошлом году. Или не знаю уже в каком. В 21-м. Оно тоже выглядело немножко по-другому. А сейчас вот там, где я на камне залезала, оно выглядело точно совсем по-другому. Там не было больших шеволунов в самой реке. Видимо, когда весной тает слегка в горах, река поднимается и меняется ландшафт при этом. Посмотрите, среди зеленого леса, хвойного, одно желтенькое дерево лиственное. Посмотрите, это сказочное место. Вот с обратной стороны, когда идем обратно, оно как-то более смотрится лучше. Но я вот говорю, видимо, весной, когда идет таяние снега и дожди, то, естественно, конечно, камни могут двигаться при этом. Так что хотелось бы сказать, что получается, вот от машины, ну она там у нас стоит прямо почти перед центральным входом, вот до серных бань и обратно получается 8 километров. То есть это даже больше, чем было в каньоне Окаце. Ну, такой спорт хороший. Я, конечно, себя прямо рада. Потому что я спортом занимаюсь и смотрела вот мое видео, что я хожу в бассейн, я плавала с детства и до сих пор я хожу в бассейн. Фитнес-клубы и зал эти не люблю и вообще никогда, в принципе, не любила. А вот бассейн поплавать, это, конечно, сплошное удовольствие, но проплываю я сейчас от километра 200 до полутора километров. Ну, примерно за 45 минут с установками, потому что я вот сейчас три года не занималась из-за пандемии, из-за всего. И вот сейчас снова начала ходить. Ну, как вам прогулка? Надеюсь, что понравилось. Ну, а потом буду уже гулять, скорее всего, больше по Тбилиси, потому что погода будет плохая, день уже теперь короткий. Сейчас темно примерно в 6 часов, в пол седьмого если солнце светит, и в 6 часов около 6, если посмотрим день. И, конечно, куда-то ездить уже проблематично. Надо и уезжать рано, и потом домой возвращаясь уже в темноте. Ну, сейчас в Тбилиси тоже завтра есть мероприятие, не знаю, может быть, сниму. В Ботаническом саду выставка осенних цветов. В том году я ее снимала, ходила туда. И вот только в прошлом году она была в начале октября, а сейчас решусь сделать сейчас. И сегодня также был еще Хэллоуин в Орделяне, праздник Хэллоуина. Но туда я уже не попала, потому что мы поехали в Боржоми. А если кто хочет посмотреть, у меня на канале есть видео с прошлого года. Можете посмотреть, я ходила туда, на базар Орбеляне, и снимать Хэллоуин. Конечно, были такие возмущительные комментарии. Зачем в Грузии Хэллоуин? У каждого свое мнение. Как будто кто-то заставляет справлять Хэллоуин. Хочет не чай, не хочет, не хочет. Поставь себе эту тыкву. Хочешь не поставь. Ну, так-то все это интересно. Вы знаете, все вот эти 8 километров я иду и несу телефон в руке. Тоже так проблематично. Качаю руки, так сказать. Потому что вот стабилизатор, он весит достаточно много. И плюс сам телефон. Ну, я думаю, примерно около килограммчик это все это вместе будет. И то есть ты вот сюда несешь на согнутой руке. Вот это все. Так что снимать видео это еще и спорт. Вот при выходе из парка стоит такой баннер, на котором указаны часы работы и само фото этих серных бассейнов. И что еще тут? Цена. Дети бесплатно, жители Боржомского района бесплатно. И вот там сразу парк начинается в этом месте. Лучше сказать заканчивается. Вот красивое дерево. Осеннее. Очень красивое. Мы уже идем почти к входу, к парку. К выходу, к входу. Вот мы дошли уже до беседки Боржомской. А вон кабинка все еще катается. Давайте напоследок еще раз полюбуемся красотой осеннего Боржомского парка. Боржомского района бесплатно. Вон кабинка. Вон кабинка. Остановились на подвесном мосту через наткварий. Вот идем качаемся. Сегодня такая тишина, нет ветра вообще. О, лодка. А здесь еще ресторан небольшой. Знаете, тоже смешно. Когда я говорю наткварий, в комментариях пишут, это не наткварий, это кура. Когда говорю кура, пишут, это не кура, это наткварий. Ребята, это и кура, и наткварий. Кто как хочет, так и называйте. В Грузии ее зовут наткварий, в других странах ее зовут Кура. Мост через наткварий. Машины. А там ресторан с той стороны. Ну и деревня, наверное. И несколько секунд ночной дороги. Впереди и справа это виднеется горе. И вот здесь так далеко и прямо видно автобан. Наша прогулка по Боржомскому парку и Боржоми подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok